9 из 10 туристов, приезжающих в Петербург, отправляются в Царское село. Сегодня коллекция музея-заповедника насчитывает почти 56 тысяч предметов. За прошлый год фонд пополнился еще на 300 экспонатов. В большом зале можно увидеть 80 предметов, которые музей получил благодаря поддержке членов клуба друзей. Это сообщество образовалось в 2006 году в честь 250-летия Екатерининского дворца и ежегодно пополняет фонды Царского села. Это лошадка в галопе, велосипед, он в очень хорошем состоянии. Скорее всего, это французская работа. Это была дорогая игрушка, нередко использовались фотоателье, как антураж для фотографирования детей. Наша лошадка прекрасная, достойно пополнит уже формирующийся коллекцию детских игрушек. Этот необычный велосипед совсем скоро можно будет увидеть в постоянной экспозиции Александровского дворца. На фоне старинных часов резной мебели есть и совсем незаметные экспонаты, но имеющие не меньшее значение. Например, такая дуга, это часть упряжки, пополнит коллекцию придворного экипажа. Хранитель рассказывал нам о том, какой-то ценный экспонат. И вот здесь мы наконец видим, что такое зга. Мы все, значит, нацаражились, оказывается, низги не видно. Это когда не видно вот этого бликующего металлического элемента. Особенно ценно, когда во дворец возвращается то, что когда-то уже было в этих стенах. Открытки, рамки, подлинные фотографии вернул царскому селу испанский коллекционер Антонио Перес Кабальера. Автор снимков – его дедушка, подаривший внуку не только раритетные вещи, но и любовь к пригородам Петербурга. Еще один дар – Корбиевский сервиз. Порадовали особенно два предмета. Две формы, потому что они были фаянсовые, и они подтверждали предположение специалистов Эрмитажа о том, что изначально образцом для русского Корбиевского сервиза послужил английский фаянсовый комплект, который продавался в магазине Жерома Корби на Невском проспекте. Коллекцию пополнили и две тарелки из рафаэлевского сервиза. Он создавался специально по заказу императора Александра Третьего для царского села. Любопытно, но этот комплект попал во дворец лишь спустя более ста лет. Был передан доствующей императрице Марии Федоровны Ванечко в дворец. И судя по тому, что сервиз даже в наших музейных собраниях, таких как Эрмитаж или музей фарфоров Кускова, присутствует в очень ограниченном количестве, основной его объем был продан после революции. Будь то крохотная чашка из игрушечного сервиза или картина, посвященная трагической гибели княгини Александра Николаевны, каждый из вновь приобретенных экспонатов хранители дворцов царского села тщательно изучают. Эта работа ведется постоянно, но впереди еще много шагов на пути к полному воссозданию наследия прошлого.